добро пожаловать ко мне на канал меня зовут оля сегодняшнее видео будет о волосах снова это любимая моя теперь полюбившаяся тема потому что проблемная кожа головы это неисчерпаемый по моему источник вдохновения источник болтовни и и изучение конечно же большого количества материала как вам мой сегодняшний макияж я немного так вдохновилась дорамой хваюги очень мне понравилась эта дорама если кстати вам интересно какие-нибудь корейские макияжи возможно чтобы я поделала оставляйте свои комментарии внизу под видео мне будет интересно почитать и так сегодняшнее видео о новых средствах которые у меня появились в моей копилке очередные какие-то потраченные деньги и тут вопрос будет стоять зря они потрачены или не зря и сегодняшнее видео будет о принципах по уходу за жирной кожей головы довольно таки недавно я наведалась в аптеку местную здесь в испанскую и наткнулись на хорошую медсестру которая решила провести нам трихограмму проверить состояние кожи головы посмотреть состояние волос моя основная проблема это выпадение волос и очень тонкие волосы особенно здесь с испанским летом это еще плюс ко всему к этому добавилась жирная очень очень жирная кожа головы не знал чем честно сказать уже спасаться потому что чем жирнее на тем больше выпадают волосы как я заметила такую вот взаимосвязь и так что же мне она посоветовала она провела трихограмму трихограмма сразу показала собственно и я это увидела очень-очень сальную голову это при том что накануне вечером очень хорошо с содой промыла кожу головы и снова сейчас у меня кожа головы была жирная при том что волосы выглядели довольно таки ухоженно пушисто чисто но в любом случае трихограмма показала что все не так радужно как на самом деле внешне это выглядит и так основные принципы которые она мне сказала по уходу за волосами ни в коем случае не использовать пантенолы керамиды кератины ничего этого в составе для волос быть не должно и самое основное это не должны быть в составе силикона ничего она абсолютно не сказала про слс то есть слс для жирной кожи головы скорее всего будет спасательный круг потому что для нормальной для сухой для чувствительной это совершенно возможно средство не подойдет но спасаться жирной кожи головы как-то надо мне посоветовала вот два таких средства фирмы фито париж видел я уже эту фирму у нас в россии я ее по моему наблюдала в некоторых аптеках это аптечная марка первое средство это для улег урегулирования сальных желез это перефайн перефайн или балансин шампунь должен быть обязательно то есть это средство которое шло на данный момент со скидкой стоило она вот 990 уже в самой этой аптеке потому что на самом деле это средство в других аптеках стоит где-то 26 евро для меня это очень много честно скажу в состав этого шампуня входит различные эссенции эфирные масла эфирные масла цитруса герании и 9 растений здесь 48 процентов растительная основа и очень он мне понравился единственное что он невероятно жидким прям жидкий как водичка он совершенно не как бы это сказать он совершенно не гелевой текстуры обычной как мы привыкли обычные шампуни которые выдавливаются там из горошинку и держат форму то есть он абсолютно идет как вода при этом он невероятно хорошо пенится первый раз возможно он не сильно пенится если у вас очень загрязненная кожа головы жирная возможно на ней если какие-то присутствуют укладочные средства но если у вас вы моете по системе как сказала мне она то вполне хорошо он справляется мыть она мне сказала каждый день чередовать этот шампунь для жирной кожи головы с шампунем щадящим который идет для ежедневного использования супер мега супер мега бережный уход для нормальной кожи головы для всех типов волос на для ежедневного употребления использования экстракт листьев оливы здесь идет овсяное молочко он очень и нежный и бережный настолько бережный что он не особенно хорошо промывает жирную кожу головы то есть он просто как замена основному уходу для того чтобы просто поддерживать вашу кожу головы в более свежем состоянии потому что как она мне сказала делать себе вот такие вот экзекуции когда советуют девочки очень многие в ютюбе по два по три дня не мыть голову допустим там мыть голову два три раза вообще за всю неделю а возможно кто-то и сокращает это до одного мытья это хорошо для сухой кожи головы для чувствительной даже для перхоти это не совсем подходит потому что с таким уходом вы можете усугубить и перхоть и псориаз и различную экзему даже свою андрогенную аллопецию если у вас уже есть выпадение по мужскому типу непрекращающиеся которое идет не сезонами то есть вы его можете настолько закупорить свои поры особенно к этому приводит очень сильно у людей с жирной кожей головы каошинг это когда моют голову только кондиционерами забудьте забудьте обязательно необходимо промывать кожу головы и обязательно избавляться от сальных пробок должно быть обязательно хороший уход уже никто вам не говорит чем вам пользоваться внизу обязательно можно использовать вниз и силиконы чтобы сохранить длину и силиконы и различные кератины но только мазать это в виде масел в виде каких-то бальзамов масок и всего прочего никто вам про это не говорит но кожу головы обязательно необходимо при жирности при очень большой сильной страшной жирности необходимо обязательно промывать она сказала что мыть мне таким образом нужно будет этими шампунями голову в течение месяца и после того как я месяц так уже промою обязательно нужно будет чуть-чуть сократить то есть один день я помыла потом день я делаю перерыв на следующий день я мою получается уже на второй день после после первой помывки я мою этим потом опять день не мою мою на следующий день этим опять день не мою 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 эти вы поняли систему короче вот по крайней мере ну действительно это очень сложно очень сложно я попробовала мыть каждый день вот уже наверное прошло три недели честно скажу я задолбалась я только и делаю что мою 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 голову постоянно это нужно выдерживать на голове хоть какое-то время для того чтобы взялся бальзам кондиционер то есть это очень много времени тратится только на одни волосы при этом я заметила что кожа головы конечно чувствует себя великолепно волосы поднялись объемом они висят сосульками как при уходе масс-маркета с любого магазина если взять какое-либо средство то есть они такие пышные рассыпчатые блестящие но что касается моей длины длина у меня ужасно волос сам пористый невероятно причем пористый здесь еще какая-то жутчайшая стоит в аликанте в испании влажность при жаре и у меня просто на голове вот такой вот огромный одуванчик поэтому не действует даже мои любимые кондиционеры самые сильные даже силиконовые маски вот насколько он их промывает он видимо поднимает все 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 чешуйки в общем спасает я только одно я уже за эти три недели проэкспериментировал спасает только укладка и сушка феном с холодным обдувом и по направлению вот так вот параллельно волосам все больше ничего и так вот это был мой на данный момент уход я надеюсь он мне поможет потому что через месяц через полтора возможно через два она ждет нас снова к себе в аптеку снова проведет трихограмму я надеюсь что то уже заметно будет какие-то результаты я постараюсь обязательно снять показать если этот уход принесет мне хоть какую-то помощь при моих выпадающих во волосах я обязательно вам сообщу покажу и я надеюсь видео это если было вам полезно не забывайте оставлять свои пальчики вверх подписываться на мой канал ставить обязательно уведомление колокольчик нажимать чтобы получать мои новые видео и всех приветствую себя на канале кто новичок и обязательно увидимся в следующий раз совсем скоро пока пока